всех приветствую в работе gx 470 демонтировал нижний рычаг буду поднимать переднюю часть автомобиля как можно видеть вот здесь у меня штатный амортизатор и здесь амортизатор с установленной второй вот такой же чашечкой от старого амортизатора перепрессовал сразу сайленблок на амортизаторе и при разборке обнаружились повышенные люфты шаровых опорах установил три пятерки и сюда также будем ставить три пятерки в общем сейчас идем на пресс и смотрим что 10 тонн я давлю эффекта ноль посмотрим на скольки тоннах это дело все стронится десяточку уже перевалили в общем я задействую две руки 13 тонн и шар выпрыгивает как мячик вот этот шаровый оригинальный от тойота хайлакс все-таки как ни крути вот этот конус у него чуть-чуть поменьше поэтому ставить будут три пятерки не факт что шаровый от хайлакса проживет дольше у нас трехпятерочный шар сделан неплохо в принципе ходит вроде бы тоже неплохо по крайней мере за свою цену в там 1000 1200 рублей я считаю что как альтернатива оригиналу имеет место быть поставлю и посмотрим сколько поездит шаровый опор установлена развальные болты смазаны ну и соответственно сейчас буду переходить к амортизатору конечно поставить рычаг в оригинале безусловно лучше чем заниматься вот этой пернографии с шаровыми но вот эта ситуация в стране с ценовой политикой по доллару она маленько печалит мягко скажем и поэтому приходится работать с обходными вариантами а так был и времена когда доллар стоил 28-30 рублей я бы взял новый рычаг и даже бы глазом не моргнул вот такие пироги нашел на разборке новый серво привод подключил сканер попробуем посмотреть как это все дело работает так ставим 17 шагов 21 шагов пояс 22 шагов Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я его эксплуатировал 3 года Где-то после года эксплуатации мне не нравилось как он проходит стыки на дорожном полотне То есть это жесткие удары в раму идут при определенных неровностях Особенно когда асфальт срезают и остается буртик И энергоемкость подвески мне не нравилась Потому что вроде бы этот джип Проходит все стыки жестко с ударом на раму Я всегда думал, что это нормально Потом появились у меня лишние амортизаторы нерабочие С которых я вот переставил тут чашечки случайным образом Все так подвернулось, случай сложился Все это дело я у себя собрал Получил примерно плюс 3 сантиметра лифта Сразу соответственно поднял заднюю подвеску И машину стало не узнать Просто совсем другой автомобиль стал на дороге То есть его энергоемкость увеличилась И эксплуатировать автомобиль стало просто приятно Потому что уже проезжая какие-то неровности типа стыков Их просто не чувствуешь Пролетел, как бы проглотил и дальше поехал Вот основная затея, почему я этой фигней занимаюсь Если бы он изначально был достаточно энергоемкий И вопросов бы не было Я бы вообще этой порнографией не занимался Но так как мне не нравится, как он глотает все эти ямы, стыки, неровности Пришлось заниматься вот этой всей затеей Продолжаем собирать Берите на заметку Если кого-то не устраивает энергоемкость подвески Такой вариант тут имеет место быть Дальше занимаемся задней частью Я прокатился маленько Но перед еще не сел Высоко показывает Получается 85,95 сантиметров Он потом присядет в процессе езды Воза в принципе сейчас я маленько схалтурил Не стал тут долго париться Поставил под заднюю часть подъемник Приподнял на нужную высоту Примерно 93 Подключил сканер Сейчас заползу вниз под автомобиль И выставлю параметры по датчикам по нулям То есть это будет база для отсчета То есть поставили нужную высоту Погнали вниз И по датчикам должны быть показания Близкие к нулю Максимальная разница в пределах 20 миллиметров Все, лезем, регулируем Все, как можно видеть Подвеску я выставил Датчики отрегулировал Разница в допуске На этом работы завершаем Пробежимся, посмотрим результаты Левая сторона 4,5 сантиметра в плюс Но я повторюсь После поездок Примерно сантиметра Я думаю вниз уйдет Это пока без тестовых поездок Зад плюс 3 добавил Здесь также примерно плюс 3 И правая передняя сторона Также плюс 4,5 Но повторюсь Где-то сантиметр уйдет вниз После эксплуатации В общем, всех благодарю за внимание Всем удачи, всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok